Что станет главной темой обсуждений и кого ждать вообще на Генассамблее от России? Мы далее поговорим на эти и другие темы с Юрием Рашкиным, депутатом окружного собрания округа РОК, штат Висконсин, ведущего канала Рашкин Репорт. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Приветствую ваших зрителей и слушателей. Слава Украине! Спасибо и вам, что нашли время к нам присоединиться. Учитывая решение Международного уголовного суда и то, что Путин в последнее время фактически из России не выезжает, стоит ли ожидать на Генассамблее ООН, как и год назад, того же Лаврова? И в принципе, могло ли быть иначе? Я думаю, что иначе быть не могло, учитывая, что Путин, у него он уже действительно приказ на арест, и ему нужно с этим разбираться. Это усложняет его и такую тяжелую-тяжелую жизнь этого варвара, что он не может даже съездить в Нью-Йорк, когда ему хочется. Но ситуация такова, что ООН проходит определенный момент кризиса как организация, потому что ей нужно доказать, что это организация, которая может играть роль в будущем нашего общества. И когда мы видим, что из пяти главных, как бы, постоянных членов, четыре не будут представлены своими главами, будет только президент Байден, то, с одной стороны, это говорит о том, что, смотрите, вот Китай решил, что в эти игры больше играть не нужно, и теперь можно послать вице-президента Китая, кто это такое, что это такое, церемониальная позиция. Или президент Франции Макрон, может сказать, вы знаете, у меня очень такое расписание, тут приезжает король Чарльз III, мы уже это переносили, так что, извините, я не смогу приехать в Нью-Йорк на генеральную сессию, как будто он не знал, что это произойдет. Премьер-министр Великобритании Риши Сунок говорит, вы знаете, я с удовольствием, но у нас сейчас большие проблемы политические внутри, мне нужно бы остаться здесь, так сказать, дома. И остается, ну и Россия, естественно, военный преступник, слава богу, они даже как-то, так сказать, не появляются. Но это, с другой стороны, дает прекрасную возможность для президента Байдена поговорить о том, что для него важно, и это важно, во-первых, Украина, а во-вторых, развитие мира и поддержание закона и порядка, при котором люди будут меньше голодать в мире, при котором у людей будет больше свежей воды и все то, что полагается свежего воздуха. То, чем занимается Организация Объединенных Наций, это же не мировое правительство, это организация благотворительная, которая собирается и обсуждает важные вещи. Поэтому я думаю, что вот такого типа заявлений имеет смысл ожидать. И, кстати, сейчас уже идет заседание, возможно, это неформально, но я просто послушал то, что сейчас обсуждается, обсуждается Каховская ГЭС. Так что это очень хорошо, что такие вещи, которые, казалось бы, мир недостаточно отреагировал, они эти темы возвращаются и вот в таком формате, когда мы слышим, как представитель Британии об этом говорит, потом не Бензи должен об этом что-то наврать, но об этом продолжают говорить, это тоже важно. А в каком контексте обсуждают подрыв россиянами Каховской ГЭС? В том смысле, что это, опять же, катастрофы для простых людей. ООН — это организация, которая раз за разом заявляет о том, насколько она интересуется именно благополучием простых людей в этом мире. Поэтому у них есть список приоритетов, 17 пунктов, которые говорят и про чистую воду, и про питание, воздух и так далее и тому подобное, и про равное гендерное образование. То есть за все хорошее против всего плохого. И тут взрыв на Каховской станции — это просто катастрофа, которая ставит жизнь простых людей под угрозу и под опасность. Ну да, за все хорошее, как вы сказали, против всего плохого. Но, тем не менее, о войне, судя по всему, как вот причине вот этого самого взрыва на Каховской ГЭС, очевидно, наверное, будут как-то, что называется, между капелек. Еще такой вопрос. Нет, вы знаете, я вам скажу. Тут достаточно все предсказуемо, потому что Великобритания, их посол, они сейчас очень воинственные. Я поражен просто, насколько воинственные показывают себя великобританцы. Он просто пальцем показывает, что это Россия сделала. После этого выползает Небензи и также пальцем пытается указать на Украину, что, мол, посмотрите, Вашингтон-Пост. Был написано, что там в Украине смотрели на то, чтобы атаковать, и прицеливались, и проверяли, но вот в тот момент не сделали. Но мы-то знаем. Ну, просто после этого смотреть невозможно. Безусловно, да, вот эта картина, мы видим ее уже в течение более чем полутора лет. Вопрос, опять-таки, касающийся войны. Вот президент Бразилии Лулу Насива заявил, что хочет посадить Зеленского и Путина за столбик Гороворов как раз вот на Генассамблее ООН. Понятно, что этого не получится по причине того, что и Путин не приедет, и, наверное, по той причине, что это, в принципе, не могло бы случиться. Как вы считаете, вообще, такой вариант был бы возможен, даже если бы гипотетически допустить приезд Путина в Нью-Йорк? Понимаете, пока они живы, и это тоже не обязательно факт, что Путин является настоящим. Но если Путин и Зеленский живы, то они теоретически могут оказаться в одной комнате, в одном пространстве, и они как бы не взорвутся от этого. Но, с другой стороны, мир не будет как бы уничтожен, когда, знаете, там два встретятся. То есть это теоретически, физически возможно. Но все, что мы видим, это заявляет директор ЦРУ Бернс уже, ну, год, наверное, в том, что у России нет никакого интереса к тому, чтобы останавливать эту войну. Поэтому вопросы о том, на что вы согласны, на что вы не согласны. Россия хочет капитуляцию Украины. Россия этого не получит, пока существуют западные союзники, которые будут поддерживать Украину, и которые будут отстаивать право украинского народа защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Но то, что может произойти в Нью-Йорке, ну, во-первых, Путина там не будет. Лавров вообще ничего не может. Это говорящая лошадь, которая там будет хамить. И вот это новый русский, типа новый новояз, когда нужно всем нахамить, оскорбить, унизить. Ну, вот кто-то приедет, пританцует, танцует на сцене вот таким наглым российским образом. А после этого, опять же, это будут просто заявления за все хорошее и против всего плохого. И война в этом смысле, конечно, является плохим. Но это то, что вредит людям. Это как бы рассматривается с этой точки зрения. При этом Украина неоднократно и четко заявляла о том, что никаких переговоров с Россией быть не может, пока Россия не покинет территорию Украины, и Украина не вернет свои границы 1991 года. Как, по-вашему, почему периодически возникает, поднимается вопрос мирных переговоров тем или иным лидерам мировым? Пробрасываются эти темы в мировых СМИ? О том, что вот возможно или как нужно посадить Украину с Россией за стол переговоров. Что это? Прощупывание, вбросы для того, чтобы понять, какая ситуация, какой градус накала между Украиной и Россией. Но он понятен и так. Или, возможно, это какие-то российские происки через ту же прессу, через своих условных друзей. Путин пытается прозондировать отношение Украины к возможным гипотетическим переговорам. Понимаете, это и то, и другое третье. Потому что это действительно, конечно, прощупывание того, что происходит, и насколько Украина готова к тому, чтобы закончить войну. Потому что никто, кроме Украины, закончить эту войну не может. С другой стороны, конечно, есть прощупывание со стороны, например, Китая, который достаточно плотно занимается сейчас, кажется, является крупнейшим торговым партнером Бразилии. Поэтому, когда Бразилия вякает что-то по поводу Украины, мы понимаем, что это происходит, потому что их как бы за кошелек держит Китай. Плюс у них еще такое старинное воспоминание о том, что Россия когда-то была Советским Союзом, который каким-то образом противостоял гегемонии Запада. И вот это все старенькое, так же, как у нас есть русскоязычные, которые думают, что республиканская партия против России. Это как бы, ну, просто люди думают о прошлом, вспоминают и говорят, ах, я помню, был Рейган. Этого Рейгана уже давно нету, и Маккейна нету, и Митров не объявил о том, что он выходит, так сказать, покидает позицию, не будет переизбираться. Вещи меняются, но старые политики иногда могут делать такого типа заявлений, просто понятно, что да, это прощупывание. И это нормально, пусть прощупывают, потому что если вот ты, как бы, знаете, ущипнул женщину в автобусе, проверка, получил, значит, по носу кулаком, узнал, хорошо, в следующий раз будешь прощупывать, получишь, как бы, но люди вот прощупывают и получают. Ну, вернемся к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Вот одной из тем, очевидно, важных тем, которые будут на ней обсуждаться, это будут вот эти вот зерновые, зерновой договор, выход России и возможное продолжение этого зернового договора, возможно, совместно с Россией, возможно, даже без нее уже, без ее участия. Опять-таки, ООН одна из сторон, которые этот договор, собственно, подписывала, заключала. Как вы считаете, возможно ли какие-то решения по этому вопросу на Генассамблее или хотя бы предпосылки к последующим уже важным решениям, действительно, договоренностям, которые продолжат эту возможность от того, что Украина сможет экспортировать свое зерно, в частности, в страны Африки, где, ну, фактически, нехватка этого же зерна, и которая спровоцировала, прежде всего, Россию? Мне кажется, ключевое слово – это предпосылки. Да, потому что то, что происходит на площадке ООН, это как бы задокументирование всех этих заявлений еще раз на правильной сцене, в правильной инстанции. Знаете, на Западе очень важно, чтобы вы жаловались правильную инстанцию по правильному поводу. У нас, так сказать, в окружное собрание могут прийти люди, которые будут жаловаться на то, что происходит у них в городе. Ну, извините, это как бы не к нам. У нас другая юрисдикция. Поэтому ожидать от ООН того, что, опять же, это будет вести себя как мировое правительство, нереально. И если люди такого ожидают, то они сами себя обманывают. А то, что про голод будут говорить, о том, что это зерно нужно людям во всем мире, в странах Африки и так далее, будут очень много говорить. Потому что говорить нужно. Просто важно, чтобы после этого эти предпосылки использовались для действия. А вот это, тут очень много вопросов, намного сложнее делать правильные вещи, чем их говорить. Но правильные вещи говорить тоже нужно. Иначе мы вообще молчим, и это еще хуже. Понимаете, это как бы идет градация. Так что организации объединенных наций играют, мне кажется, достаточно важную роль. Но, видимо, страны-участники все меньше и меньше так считают. Президент США Джо Байден в Вашингтоне встретится с лидерами стран Центральной Азии. Это Казахстан, Киргызстан, Таджикистан, Трукмения и Узбекистан. Это будет первый в истории президентский саммит в таком формате, отметил советник президента США. О чем эта встреча? Что эта встреча означает в геополитическом плане? Насколько она важна для США и для этих стран, которые будут в ней участвовать? Понимаете, тут два интересных момента. Во-первых, Байден для него вообще съест сейчас встречи Генеральной Ассамблеи ООН без всех этих остальных участников. Это возможность показать себя, показать Соединенные Штаты, как я уже сказал, и поговорить не только про Украину, а поговорить про нашу экономическую повестку, о том, что мы на самом деле, нам нужно противостоять Китаю, нам нужно показать себя как мировым лидером, не просто потому, что мы такие крутые, а потому, что мы что-то по этому поводу делаем. И тут была очень важная речь Энтони Блинкена, такая программная речь, где он выступил перед студентами университета Джона Хопкинса, который собирает, так сказать, учиться на дипломатов, и как бы рассказал про свою стратегию. И он говорит о том, что все тут дело в коалициях. Мы находим проблему, и мы находим коалицию, которая будет этой проблемой решать. Правильная коалиция нужного размера, нужных участников, которые будут решать эту проблему. Поэтому все то, что мы видим, когда действия внешней политики администрации Байдена, нужно, во-первых, рассматривать через призму того, какую коалицию они здесь собирают. И мы видим, что президент Байден приглашает в Белый дом бесстрашно лидеров разных стран, которые могли бы послушать Соединенные Штаты, а, возможно, могли бы послушать Россию, а, возможно, могли бы послушать и Китай. И вот за то, чтобы влиять на эти страны, Соединенные Штаты решили бороться. Это, знаете, достаточно необычная стратегия, но учитывая, насколько успешной была настоящий момент политика администрации Байдена, А почему бы и нет? Хорошо, давайте найдем коалицию, найдем... Если есть коалиция, значит, есть проблема. Если есть проблема, значит, давайте ее решать. Если мы думаем, что ее можно решить таким образом, замечательно. Заодно мы оттягиваем страны от Китая и от российского влияния. Замечательно. Посмотрите уже на Армению, которая заявила о том, какая-то была у них стратегическая ошибка так полагаться на Россию. Ну вот это как бы свидетель на этом суде истории. Да, в свое время, кстати, тот же Казахстан тоже был в поле влияния России, но в связи с известными событиями стал больше тяготеть к тому же Китаю и, возможно, даже Соединенным Штатам удастся, что называется, тяготение перетянуть в свою сторону. Спасибо вам большое. Юрий Рашкин, депутат окружного собрания «Укруга Рок» был с нами, штата Висконсин, ведущий канала «Рашкин Репорт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...